Четвертая волна коронавируса накрыла Италию. По данным Минздрава, ежедневно в стране регистрируют порядка 14 тысяч новых инфицированных. Растет количество госпитализации, летальных исходов от ковида. Только за последние сутки на Апеннинском полуострове с опасным вирусом не справился 71 больной. Общее число жертв ковид-19 в Италии уже перевалило за 133 тысячи человек. Как власти усиливают ограничения на фоне ухудшения эпидситуации, расскажет европейский СОПКОР Жанат Эрнст. Введение новых, более строгих мер ограничений в Италии, в стране, которая наиболее пострадала в Европе от пандемии, это попытка властей избежать нового всплеска заболеваемости. В начале этой недели Минздрав Италии сообщил о том, что граждане страны смогут получить третью бустерную дозу вакцины уже через пять месяцев после получения первых доз прививки. Непривитым от ковида в Италии доступ к предприятию общепита, театры, бассейны, фитнес-залы и музеи разрешен только с отрицательным ПЦР-тестом в электронном паспорте «Грин Пасс». Но на этой неделе почти все 20 региональных губернаторов Апеннин призвали премьер-министра Марио Драги усилить меры ограничения. Они опасаются ухудшения эпид-обстановки, что, в свою очередь, может приостановить восстановление экономики Италии. И просят ввести новые ковид-пропуска, так называемые «Супер Грин Пасс». По ним отказавшиеся от прививки уже не смогут поужинать в ресторане даже с негативным результатом теста на ковид. Я думаю, что более строгие правила использования санитарных пропусков будут верно ограничивать людей, сделавших свой выбор отказаться от вакцинации. Если так, Италия может оказаться в более лучшем положении, тогда правила необходимы. Если у вас есть уже отрицательный тест, и вы это предоставляете, я думаю, они не имеют права вас еще больше усиливать вот это давление сверху. То есть это мне уже кажется слишком много. Иногда бывает такое, что был казус, мы хотели сесть покушать, на улице был дождь. У меня просто не было шанса предоставить грим-паста, как телефон не работал, и нас на улицу отправили. То есть это чуть-чуть не очень хорошо. Для меня это не проблема. Это не так много. Если вы носите маску и имеете грим-пасту, все хорошо. И по-нормальному. В пандемию нужно предпринимать все известные превентивные меры. Мы вакцинировались, и все хорошо. Около 70% итальянцев прошли полную вакцинацию двумя дозами антиковидных препаратов. Но на фоне роста распространения инфекции для усиления защиты от вируса, власти призывают население к скорейшему получению третьей бустерной дозы. На прошлой неделе мы вакцинировали в среднем 400 человек в день в этом центре, а на этой неделе уже более 800 человек в день. Это значит, что население приходит за третьей дозой вакцины, чтобы подготовиться к зимнему периоду, который может быть немного сложнее из-за ковида. Благодаря успешной кампании по иммунизации, сегодня в Италии число госпитализаций и смертей от коронавируса гораздо меньше, чем в прошлогоднем безвакционном ноябре. Однако итальянцы стремятся поскорее получить третью бустерную дозу прививки до возможного введения новых, более строгих правил использования санитарных пропусков. Особенно на фоне появления нового, более агрессивного штамма COVID-19. Жанна Тернежу, Март Ахметов, Хабар 24, Италия, Рим. Продолжение следует... Продолжение следует... Агрессивного штамма COVID-19,ieliния, Рим.